Привет, друзья! С вами канал MarosLive. В сегодняшнем выпуске будет интервью с Остапом Бендером. Не с тем великим комбинатором, а с нашим Остапом Бендером, которому не дали визу. Вы не видели еще этого видео? Посмотрите вот здесь. Ну, а мы набираем нашего друга. Погнали! Привет, Остап! Здравствуй, Игорь! Ну что, я так понимаю, у тебя были крутые приключения по поводу рабочей карты, по поводу поездки во Львов. Была все-таки подача. То есть фирма, которая тебе обещала сделать документы, все-таки сделала. Расскажи об этом более подробно. С чего все началось? Как поехал во Львов? Тут все просто. Подал документы работодателю чешскому. И где-то недели через три были документы готовы с чешской стороны. То есть украинская агентура полностью подготовила пакет документов для подачи визовый центр Львовский. Именно для дальнейшего оформления визы Д и двухгодичной карты трудовой. Так что пакет документов у меня был готов. Опять же, мне назначили дату посещения визового центра. Купил билеты до Львова. Приехал в визовый центр Львовский. Ну, получилось так, что минут на 20-30 раньше я приехал. И уже, так сказать, по привычке встал у входа ожидать своего времени, потому что в Одессе там строго было. Стоишь у входа, ждешь времени, время свое, выходит охранник и заводит. А тут подошел, стою, очереди нет, никого нет на входе. Охранник вышел, посмотрел на меня, говорит, а чего вы стоите? Я говорю, ну, у меня время через 20 минут. Он там, не ждите, заходите, пожалуйста. Зашел. Опять-таки электронная очередь, талончик на руки. Ну, там людей именно вот в окошко стояло мало. И это быстро все произошло. Где-то минут 15 я подождал, высветился мой номер. Я подошел к окошку, там, приветливая девушка. Дал пакет документов, дал копии своих дипломов. Ну, а копии дипломов мне вернули назад. Потому что, оказывается, их нужно было перевести на чешский и заверить у нотариуса. Точно так же, как справку о несудимости. Ага, а ты справку о несудимости, получается, и сам диплом не переводил? Ну, справку о несудимости я перевел. Ага. Это обязательно надо было. Ну, да, я тоже помню, при подаче обязательно мы переводили, предоставляли. А вот диплом, кстати, мы только так предоставили. Но нас сделали ксерокопию. Это на моем опыте, это в 18-19 году, когда мы делали подачу. Получается, на твоем опыте уже требовали переведенные, заверенные копии? Да, переведенные, нотариально заверенные копии. А что ты решил, подавал документы именно по диплому или нет? Ну, это уже поставили просто перед фактом. Нужно было брать паузу, возвращаться либо в Николаев, либо искать во Львове этот нотариальный перевод. Вот, то есть опять назначать дату посещения, как бы решил этим не заниматься, во-первых, потому что по той специальности, которую мне предложили, там эти дипломы не нужны. Ну, и во-вторых, как бы намекнули, что никто от нас профессионального роста не ждет на этом заводе. Просто оператор производства, все, не больше. Хорошо, то есть были какие-то моменты, нюансы с подачей? Что-то сложное такое, что запомнилось? Ну, запомнилось то, что пальцы откатывали на биометрию, и работало всего, там всего пять окошек было. Три окошка для тех, кто подается на два года, и два окошка для трехмесячных. Очень много народу сидело и ожидало. Там не было ни электронной очереди, ничего, просто вызывали из окошек. И девочки периодически выходили, говорили, кто на трехмесяч, но никого не было. И все равно три окошка работало только на двух годичников, а два окошка девочки просто сидели и смотрели. Получается, зашел быстро, даже раньше времени, но все равно свое время там высидел, выждал. Полтора-два часа ждали в очереди. И еще так интересно, им приносили дела в окошке. Наши дела сразу принесли, положили. Потом сверху начали еще приносить дела тех, кто после нас заходил. А девочки брали дела с верхней папки. То есть те, кто зашел после нас, уже откатались и ушли. А мы стояли, ждали. Ну, сидели, ждали. Ну, стояли, ждали. Сидячие места были все заняты. В принципе, с подачей вопросов никаких не было. Все быстренько, ну, сравнительно, так сказать, быстренько подался. Что с ожиданием визы? Долго ожидал визу? Получается, по сравнению с тем, как мне говорили, что те, кто подавались раньше, им пришло через месяц смс, то мне пришло намного позже. Если я подавался в середине ноября, а смс ко мне пришло в начале февраля, я уже и отчаиваться начал, и на эту украинскую агентуру звонил, потому что уже как бы третий месяц заканчивался, и думаю, ну, все уже, будет отказ. Ну, нет. Ну, есть люди, знаешь, которые ожидают и по 9 месяцев, и по году, и по 2 даже некоторые, в зависимости, конечно, как дело там где-то упадет, как ты говоришь, донесли, положили сверху, а потом где-то оно упало за стол, и в итоге провалялось где-то там год, никто апелляции никакие не подавал, поэтому человек прождет там, потом найдется дело или еще что-то. То в твоем случае, в принципе, это не так долго было, то есть 3 месяца, если так посчитать, там, середина ноября, декабрь, январь, там, плюс-минус. Хорошо, как забирал визу? В этом плане мне повезло, потому что была, во-первых, минусовая температура, а очередь была на улице, в Генеральном консульстве Львова, да, на снегу, на утоптанном. Запускали там по 3 человека, наша полиция, зашел, паспорт дал, вышел, а потом сказали, во сколько приходить там, или через 2, или через 3 часа, ну, недолго. Потому что на вклейку я подавал в 8.30, а забирать паспорта в 11.30, да. И опять живая очередь, опять на снегу, притаптывая, чтоб не замерзнуть. Ну, это уже была, знаешь, финальная позиция, которой я уже понимал, что точка последняя всей этой бюрократии. Народ приходил, некоторые, забирать паспорт уже в хорошем, очень таком настроении. Даже такие были? Даже такие, я, честно говоря, удивлялся, даже пошатывались. Да, было два кадра таких веселых. Как добирался? В феврале, я так понимаю, были новые правила въезда в Чехию, и там еще погода была такая не супер. Зима, снега было, куча. Ну, я решил не уезжать назад на родину, а остаться там по 3 или 4 дня во Львове, потому что нас везли бесплатно от Львовского железнодорожного вокзала микроавтобусом, и надо было обязательно сделать тест на коронавирус. Собственно говоря, у тебя под видео я общался, и мне посоветовали лабораторию. Получается, утром я поехал, сдал тест, мне дали координаты. Через мобильное приложение банковское я кинул денежку, ответственной за получение денег, то есть работница этого медицинского центра. Я скинул скриншот квитанции своего банка, и все. Вечером приехал как раз, когда снегопад был очень сильный, и мороз упал. С таким приключением, что туда-то я добрался, а назад уже как бы транспорт переставал ходить, потому что просто улицы все замело, и температура упала. Ну, как-то умудрился на подножке автобуса доехать до Костова. Да-да, сейчас, наверное, вспоминаешь с улыбкой эти все моменты. Да, сейчас с улыбкой, а тогда было совсем не смешно. Ну, видишь, супер, что люди тоже под нашим видео, такое как мини-сообщество, организовалось, и люди тоже отвечают, делятся. Это очень круто. Я, честно, признателен всем тем, кто помогает друг другу таким образом, либо другими какими-то способами, потому что тяжело реально самому там одному ответить всем 7000 действующим людям, подписчикам по поводу где, что и как. Тем более я не живу в Украине, да, а все-таки уже живу в Чехии. Но это хорошо, что есть такие люди, которые помогают. Спасибо реальности им, спасибо всем, кто этим занимается. Ну, на этом приключения не закончились. Дальше уже такое совпадение было. Я когда заселился в четырехместную комнату в хостеле, а там тоже парень, он как бы жил уже. И выяснилось, что мы выезжаем, ну, выселяемся с хостела завтра утром. Ну, я у него спрашиваю, говорю, а ты, наверное, тоже за границу на работу едешь? Он говорит, да, еду за границу. Я говорю, а не в Чехию или случайно? Он говорит, да, в Чехию. Я говорю, а не случайно ли не на завод Брозе? Он говорит, да, на завод Брозе. Тебе спасибо большое за информацию, потому что многие люди интересовались твоими приключениями по трехмесячной визе. Уехал ты или не уехал на два года, подался или не подался, потому что видео собрало достаточно большое количество просмотров. Я, честно, не ожидал, что будет такая реакция. Вот, и много у тебя появилось фанатов, что ли, я не знаю, которые тоже переживали, наверное, за твою судьбу. Вот, так что уже о самом заводе мы с тобой поговорим лично, поэтому увидимся уже в Праге и в ближайшее время, думаю, мы снимем твою историю работы в Чехии, работы на одном из заводов Брозе, тем более, это немецкий завод, насколько мне известно. Расскажешь о всех нюансах, моментах, что круто, что не круто, потому что это очень интересно и как и мне лично, и, я думаю, нашим зрителям. Спасибо и тебе, Игорь, очень приятно. Ну, все, до новых встреч, увидимся. До свидания. Ну что, друзья, вот такое вот получилось маленькое мини-интервью. Следующий уже выпуск будет с нашим другом Астапом Беннером в Праге. Уже увидимся, при личной встрече он расскажет нам о своей работе, где работает, куда попал и какие его впечатления от этой работы в Чехии. Так что увидимся уже в новых выпусках. Всем удачи и не забывайте подписываться, ставить лайки, писать свои мнения, комментарии, делиться со своими друзьями. Ну, короче, все то, что вы давно делаете. Только прошу вас, делайте еще побольше, чтобы наш канал был на плаву Ютуба. Так что всем спасибо большое за ваши реакции и отклики. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.